Прошу относиться ко мне как к двум разным личностям. Я думаю, что это будет заметно. Один раз с вами будет разговаривать Владимир Африканович Никитин, доктор, профессор, президент, основатель, та-та-та, а другой раз будет с вами разговаривать Африканович. Поэт и свободный размышляющий. Причем я до сих пор не знаю, какая из этих ипостасей важнее и серьезнее. Это такое предуведомление. А сейчас Юрий Владимирович. Вопросы можно задавать и тому, и другому. И в любом месте. Ну, фразу кончить? Да. Да. Самое главное. У нас нет задачи изложить вам материал. Или концепцию, или теорию. У нас задача установить некоторое понимание. Поэтому, если мы застрянем на третьем фразе и будем ее два часа обсуждать, это будет прекрасно. Добрый день, с кем не успел лично поздороваться. Рад всех вас видеть. У меня тоже небольшое предуведомление перед началом разговора. То, чего буду делать я, и то, чего будет делать Африканыч, это представление вам того, как мы думаем. Не то, как есть на самом деле, а то, как устроено наше понимание некоторых вопросов, которые здесь обсуждаются. Как устроено на самом деле, мы не знаем. Вообще, сама постановка вопроса, как оно на самом деле, с нашей точки зрения, является порочной. А вот понимание того, каким образом мы обсуждаем или продвигаемся в понимании темы будущее, город, вызовы, мы это будем демонстрировать на себе. Африканыч, вам сейчас исторические примеры вписываю. А ты микрофон не выходит? Значит, уже вчера упоминался один из людей, который дал базовый ответ, Джонардо Бруно. Вот его сожгли. В наших учебниках пишут, что его сожгли за то, что он говорил о множественности обитаемых в миров. Неправда. А задавая, когда него епископ Парижский издал документ, в котором было сказано, что ретиком является всякий, кто не верит, что в могуществе своем Бог мог создать множество обитаемых в миров. Сожгли его за то, что он утверждал, что он точно знает, что так и есть на самом деле. Я взял уже второй микрофон. И в этом смысле у нас жанр выступления принципиально отличен от предыдущего докладчика, который рассказывал, как устроен мир на самом деле. Что будет, как оно будет разворачиваться, какие есть вероятности. С огромным уважением, относясь к такого типа способу размышления и думания, мы понимаем, что это один из способов и подходов к думанию про окружающий мир, про себя и про все остальное. Научный подход. Вчера Сергей Борисович краем и очень мягенько его пожурил. Мы уже провели несколько конференций, которые называются «За наукой». Сергей Борисович движется в направлении того, что называется мышление 3.0, «За научное мышление». И то, что мы делаем, это точно не наука. То, чем мы занимаемся, это точно не наука. У меня есть способ отличить. Я доктор науки, поэтому знаю, то, что мы делаем, не наука. Ну, еще одно предуведомление, важное для того, чтобы вам было понятнее, почему мы так думаем. Мы оба по образованию архитекторы. И с этой точки зрения мы получили такое очень сложное синтетическое образование, балансирующее на грани между точными дисциплинами и гуманитарными дисциплинами. И это наше такое пограничное состояние. Мы, в общем, и протащили по жизни, хотя бы не практиковали архитектуру, как действующие архитекторы. Ну, ни разу, ни один, ни второй. Мы в один день могли сдавать высшую математику или металлические конструкции. Сопромат. Сопромат и прочее. В этот же день мы могли сдавать историю искусств или психологию пространства. И в этот же день мы могли в мастерской делать чего-то руками, как ремесленник. Вот я при ремесленниках упоминаю не зря. Самый мощный способ мышления, который был человечеством разработан, ремесленный, а не научный. Ну, и теперь уже к содержанию. Есть три слова, которые я начну обсуждать, которые стоят на повестке дня сегодняшнего. А это именно будущее, ворот и вызовы. Вот три слова, вокруг которых нам пришлось, будучи втянуты в эту школу, как-то размышлять. Начнем с будущего. Есть обычное представление о будущем, в котором мы все, большинство времени пребываем, когда будущее представляется как нечто, находящееся за точкой наблюдателя, на единой линейной оси времени. Вот тут вот все, вот это вот будущее, вот это вот все прошлое. К этому же стоит приписать, что в такой интерпретации можно еще различить до и после. Ну, соответственно, вот это вот до, вот это вот после. все вроде понятно. И в этой картинке достаточно простой, прозрачной и понятной мы все живем. За исключением того, когда начинаешь про это хоть немножко думать. Ну, первая нестыковочка, которая происходит, это состоит в том, что вот это вот до и после, это в идеологии означает, что то, что было до, кончилось, и началось то, что было после. Закончилась архаика, началась классика. А когда мы оглядываемся и смотрим вокруг себя, то оказывается, что ничего никуда не девается. Никакого до и после нету. И все, что было в мире, порождено как идея, никуда из мира не уходит. Как идея, как организация, как сущность. И ремесленная организация знания, ремесленная организация жизни никуда не исчезла. Она занимает другие позиции в новой организации мира. Я думал, что существует развитие и прогресс. Я думал, что такая вещь, как эзотерика, исчезла всегда, навсегда, еще до моего рождения. И для этого было очевидно. Придя в библиотеку или в магазин, я не видел ни одной книги по эзотерии. Теперь зайдите в магазин не специализированный и попробуйте найти хоть одну книгу ученую. Философия стоит сейчас в разделе эзотерики. Да, 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 по ходу. А что вы понимаете, это еще не подал, как ремесленная организация ремесленная организация. Какого знания? Я сказал, ремесленная организация жизни и знания. Ремесленная – это то, что работает с вещами по рецепту и ориентируется на мастеров, когда есть мастер, подмастерия и ученик. И передача происходит только от мастера к подмастерию. Через рецепт, да, там, через процедурные предписания. Да. Вопрос. Где граница между мастером и подмастером? Это социальная граница, она устанавливается за счет экзамена, который называется изготовление шедевра. Если ты изготовил шедевр и комиссия мастеров его приняла, тебе присваивается квалификация мастера и право ставить личную печать на изделие. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста, у кого вопрос? У вас, пожалуйста. Вы знаете, я, если дойдет, я нарисую схемку, но вот, наверное, кто из вас получал гуманитарное образование, знает книжку под названием «Ремесло историка» Марка Блока. Крупнейший историк 20 века. Книжка называется «Ремесло историка, а не наука история». Еще вопрос, да. Почему мы отмечаем на научный процесс от вот этого ремесленного знания? Потому что учителя, ученик, работают, по рецепту и когда рецепты не работают, там приходит и вопрос. Вам приходилось писать обоснования к диссертации? Два раза. Вы там такие слова, как объекты, предмет употребляли? Нет. Извините, это ваковское требование. Да. Вот этими отличаются. в ремесленном подходе есть вещи, а в научном объекты. Это разные сущности. Ну, понимаете, у вас не с чем сравнивать. А мне можно это? Просто когда у нас ощущение не жилфаки, навыки не стали явки. Уровень творчества, это когда ты всегда даешь, уровень элемента, когда ты конфируешь, ты навык. Это не скоро, но навык. Вот у нас так было, поэтому мы пытаемся. Да, истук замечательного, в этом нет ничего плохого. Да, но получение навыка. Ну, я как бывший преподаватель Академии художеств, могу сказать, что искусство это преодоление ремесла. Если нет ремесла, выйти на уровень искусства невозможно. Поэтому сначала получите ремесло, а потом если свезет, сделайте шедевр искусства. А наука и искусство разные вещи или есть одно и то же только разные предложения? Да, безусловно разные. Вы что считаете, что разные слова обозначают в языке одно и то же? Что люди просто умножают слова, потому что им делать нечего? Извините, это из разных языковых традиций. Да, ничего, ничего, это важное место. Здесь хотя я пытался, думал, что я схему развлечения, там еще два есть, кроме ремесла и науки есть еще два. Я эту схему собирался вводить через час. Но поговорим хотя бы, что такие различия есть на двух. и так с этим понятно, да? Единое линейное время, точка наблюдения и разграничение всего. мы реализуем или разворачиваем на себе подход, который называется, условно это мы называем этот подход под. Наш подход называется за. За это значит за пределами. В нашей терминологии это означает то, что находится за пределами. а соответственно надо тогда обсуждать основания границы и пределы того, с чем мы имеем дело. Если мы имеем дело с наукой в частности, то мы должны точно понимать на каких основаниях она стоит и где пределы науки. Всякий перелом, который был в особенно европейской традиции, он был связан с каждый раз обращением знания к тому, что такое время. Сейчас с ускорением это стало просто абсолютно необходимо обсуждать время. Мы с ними собирались заниматься временем, пока занялись будущим, выяснилось, что надо пересматривать, что такое время. Есть две традиции, грубо говоря, вы понимаете, когда я говорю, есть, я знаю две, а понятно, что их больше. Есть две традиции. Одна традиция, она физическая о том, что время есть особая субстанция или измерение. с времени можно производить время, неотделимое от пространства. Пространство, время пишется через черточку, как единая сущность. Есть другая традиция, значит, по крайней мере, мы знаем двух человек из недавнего времени, на которых мы ссылаемся, я уже не говорю о блаженном Августине, столпе европейского мышления. есть другая традиция, что время это есть грамматика описания изменений пространства. Это языковая мыслительная конструкция. И в этом смысле время противопоставлено пространству. Отделено и противопоставлено. Это очень крупный оригинальный недавно, еще недавний советский мыслитель Налимов, лингвисты или философы должны это знать, кто такой, или такой крупный философ и теоретик образования и практик, создатель, например, корпуса мира Розеншток и Си. Ну и еще вообще не вне связи с ними, но сам двигался в этом направлении, Дэвид Бом, физики знают, Нобелевский лауреат, и он это представление разворачивает в научном дискурсе. Схематически то, о чем мы говорим, как подход за, выглядит следующим образом. Есть некое состояние или в управленческом языке ситуация, в которой существует принципиальный непроходимый разрыв или противоречие. Это то, с чем мы сталкиваемся и не в состоянии, в пределах такого видения мира с ним ничего сделать. И тогда приходится вынужденным образом выходить за пределы такого представления о мире и строить другое представление о мире, которое будет включать это как частный случай, снимать остроту проблемы, порождать новые проблемы, другие, но это другая картина мира, выходящая за пределы той, в которой мы были. примечания на полях. Юрий Владимирович употребил слово схема, противоположность остальным докладчикам, которые употребляли модель. Это две принципиально разных языка два, которые отвечают на разные вопросы и схватывают разные содержания. Модель отвечает на вопрос что это и подобно тому чего она описывает. Модели употребляются тогда, когда нужно породить новое знание о. Схема не подобна тому про что говорится и схватывает суть. Поэтому если мы хотим говорить о содержании, мы употребляем язык схем. Если мы хотим говорить о знании, мы употребляем язык моделей. еще раз, это место, которое я буду все время так мы, так устроено наше мышление. Мы не передаем его вам, но вы устанавливая с нами коммуникацию или входя с нами в разговор, понимаете как мы думаем. И цель этого выступления представить то и дать вам возможность понять как мы думаем. понятно, что таких переходов может быть много. И теперь вопрос о том, как мы понимаем будущее. То есть мы его понимаем во-первых вот так, а во-вторых мы будущее понимаем как то состояние, которое принципиально отличается от настоящего. Да, простая понятная мысль. В этом смысле может быть бесконечно длящееся настоящее. Вот не так. Будущее не наступает от того, что секундная стрелка переместилась. Будущее происходит тогда, когда мы принципиально меняем видение, организацию и картину мира. С этой точки зрения, если вот это вот настоящее и оно имеет свою историю и оно основано на ряде принципов, которые его характеризуют в состоянии, являются основанием этой организации, то будущее принципиально отличается и оно основано на других принципах. и в этом его отличие от настоящего. И оно разворачивается в другой истории. Я как архитектор в институте и после него учил штук пять разных историй архитектуры. Все были историями архитектуры. Все имели разную датировку и разный смысл. Первая история архитектуры, которую нас учили, это история стилей. Архаика, классика, тут это закончилось, тут... И это касалось пропорционирования камней, как устроены порядки архитектурные, выраженные в камне. По-моему, начиная с третьего курса в ответ на наши недоумения и что вот это весь смысл архитектуры в завитушках и там, да, у нас образовался кружок, который вел мой учитель, и мы начали обсуждать историю идей. Вообще не имеет никакого отношения к первой истории. Имеет абсолютно другую датировку, другое отношение, другой понятийный ряд и все про архитектуру. Потом мы начали еще обсуждать историю организации архитектуры и все то же самое. И в этом смысле это разные истории и нету ни одной единой истории архитектуры. Есть разные истории в зависимости от того, через какие очки ты на это смотришь. А эти очки задаются тем принципом или той картиной мира, которую ты взял сейчас на вооружение. Ты хочешь вклиниться или этот фрагмент закончен? Я хотел в эту точку задавить поле чего. Вы понимаете, мы с этим не родились. Появление вот этих представлений это каждый раз была боль, трагедия, вызов, отказ и все прочее. Я больше 20 лет работал рядом с Георгием Петровичем Щедровицким, моим учителем. И главной ценностью в Московском металлогическом кружке был принцип развития. Я всегда работал на развитие, на развитие, на развитие. И вдруг в какой-то момент я понял, что развитие имеет отношение только к настоящему и никакого отношения к будущему. Это был такой слом картины, плюс это оказался слом социальный. Мне пришлось на этом пункте разойтись с моей компанией методологов. и два года назад ректор Сколкова, бывший Андрей Волков, мой друг и самый в Риге со мной поспорил. Я ему говорю, Андрей, перестаньте говорить про развитие. Если хотите говорить про будущее, говорите про другое состояние или процесс творения. Нет, вот нас учил Георгий Петрович, что надо опираться только на идею развития. Тут не знаю, бывает ли жизни случайности, нам поднесли только что отпечатанную в книгу Щедровицкого его лекции, которые он читал в Риге, они только написали. Я открываю эти лекции и попадаю на абзац, где написано развитие никогда не обеспечивает будущее, а является всегда развертыванием настоящего. Настоящего в каком смысле? Развитие это развертывание, возможно, углубление той картины мира, которая у вас есть. Это не переход к другой картине мира, а другой мир связан с другой картиной. А так как я еще был директором аналитического центра, и мы занимались всякими трендами и все прочее, потому что нужно было правительству представить, чего будет, и нас учили, приезжали зарубежные аналитики и говорили, что надо изучать тренды для того, чтобы понять и так далее. Оказалось, что в этой картине мира тренды ничего про будущее не говорят. Потом, конечно, уже поворачивайся назад, вспоминаешь, что читал Хейзингу, это великий культуролог, автор книги Хома Люденс, человек играющий, у него базовая такая толстая книга «Осень средневековья». В этой книге убедительно показано, что революция и основания эпохи Возрождения не имеют никакого отношения и противоречия трендов высокого средневековья. Потом, когда они положили другие основания, они втянули средневековье как материал. Вот здесь остановись, я просто это нарисую. Не средневековье заместить мир, а очень искаженно его мнение. Вот я этот фрагмент теперь нарисую на этой схеме. Теперь смотрите, и так есть два принципиально разных отношения к миру и к человеческой организации, к человеку и ко всему остальному, к обществу, к человечеству. Что происходит между ними? Естественно, сообщество или общество организованное на первых принципах должно быть свернуто, ну и как мы любим говорить, захоронено в той организации, которую мы в тех принципах, внутри того мира, который мы создаем. И точно так же, а откуда это берется? А это берется из оригинальных островков, которые мы называем иное в настоящем, которое разворачивается, превращаясь в новый мир. Вопрос как увидеть иное, как его не пропустить, что с ним делать и какое иное превратится в новый мир. А какое останется маргинальными там сообществами или чем-то другим. Еще раз, вот это два разных принципиальных, две разных принципиальных картины мира и два разных подхода к организации жизни, к организации и пониманию жизни. Вы понимаете, что это вещи абсолютно связанные. Как мы жизнь понимаем, так мы ее и организуем. Я рискну сделать обережение о том, что прорыв по стратегии сложной модели и концепции транспорта, в интелляцию и всего прочего связанных с тем, что нас невероятно усложнилось, вошла в ситуацию спонтанности сама жизнь наша. Из-за того, что шарик сармальский, время скуренный и так далее. Сколько тогда-то это произошло в нашей жизни, ученые и физики могли позволить себе так повышить мир. Теперь, чем мы занимаемся, когда рассуждаем про будущее и пытаемся работать с будущим? Вот в отношении вчерашних репок и всего остального. Первое, нас иногда спрашивают, ну конечно, вы рассуждаете другой организации, потому что в этой организации вам места не нашлось. Да, вот когда этот мир в такой его организации тебя выпихивает, приходится заниматься другой организацией для обустройства своего мира и своей жизни. И это такое действие экзистенциальное, ну никуда не денешься, ну приходится. и тогда приходится делать другую организацию, которая тебе нравится. И в этом смысле строительство или создание собственного мира и будущего это очень эгоистическая работа. Я создаю мир для себя и так, как я вижу и понимаю и я ввожу те правила, которые меня устроят. не один нормальный четыре и второго в сутки не будем строить просто так новую картину мира. Это очень больно. Это вот я сейчас вспоминаю есть экранизация Джейми Дарвин и момент когда он написал свою знаменитую книгу о происхождении мира решался вопросом правильно он ее впечатлить или нет. Он уже прекрасно понимал что она не вписывается в ту картину которая существовала и была принята. И он пришел к жене дал ей рукопись то есть единственный экзакулятор и сказал решай как будем жить дальше понимаешь если я это отдам отвечать что будет я уйду вот костер и решаю брось костер я приму это я написал я освободился ну недостаточно но если считаешь что мы пойдем на жертву ради того чтобы люди поняли что мир устроен по другому публикует публикует еще одному вопросу вопросу самоопределения я я не стану сейчас разворачивать эту схематизацию может быть на клубе на вечер она связана с типологией времени и типологией возможных самоорганизаций самообределения но вообще то что вчера говорил Алексей Николаевич о том что нет никаких вызовов есть ваше самоопределение и ваш жизненный путь и то как вы его для себя выстраивали очень близко мне и понятно с моей точки зрения само слово вызовы возникло и начало активно эксплуатироваться в менеджеральной парадигме в менеджеральной идеологии имеет значение только для этого узкого спектра размышлений и смысл его только в одном как часто в презентациях делалось сначала заказчика надо сильно запугать потом сказать что я за решение а ты не за это помоги вот вызовы выполняют только эту функцию запугивание заказчика и перечисленные вчера вызовы голод болезни экология это все способы капитализации некоторых затруднений причем мощнейшей капитализации я буду говорить об этом по-другому в своем месте но здесь важно подчеркнуть при том что мы работаем в паре мы давно не различаем кто что сказал и вообще отрицаем концепцию интеллектуальной собственности этические отрицаем все что мы пишем открыто все что мы говорим открыто и так далее у меня другая точка зрения на вызовы свое время я скажу но я подчеркиваю что у нас нет единообразной мы находимся в диалоге сейчас во время выступлений просто начинаем спорить между собой нам это очень нравится ты здесь точку поставил да это было замечательно но тем не менее поскольку организаторы это слово ввели как одно из стержневых для нашей коллективной работы а завтра у нас день тематизированный как город а еще мы сейчас активно занимаемся работать с городами будущих городов то я скажу так для меня вызовом является выбытие постсоветского пространства из глобальной урбанистической власти теперь мне надо все это пояснить все слова которые я здесь произведут основанием для такой мысли является первая мысль оно значит так город имеет форму мысли базовые идеологические представления эпох отпечатываются в теле города самым прямым и непосредственным образом и также меняются изменениям представления о мире и о человеке и обществе например если взять просто трехсотлетнюю хотя бы историю российских городов мы можем вполне отчетливо увидеть имперский этап развития городов когда и на картинках всегда показывают дом губернатора арсенал рыночная площадь цепь это и есть представление города все остальное несущественно ну или там другой инфраструктурный этап развития на всех картинках все города представлены вокзалами и вокзалы становились центром жизни путь и по фильмам и по книгам знаете духовые оркесты прогулки встречи поездов ну и так далее но инфраструктурный этап развития городов дал еще несколько других возможностей это появление лифтов и централизованного восстановления канализации города начали власти и это вот как бы инфраструктура стала вообще базовой мыслью заложенной в город в это время рождается огромное количество наук обсуждающих движение в городе здоровье в городе как научные дисциплины индустриальный город вы тоже себе хорошо представляете картинки пролетариат заводы дом миграцион еще меня я заканчивал по специальности в водостроительство мы считали что город является важнейшим социально-территориальным элементом единого многохозяйственного комплекса это означало что город не существует как самостоятельное сущность он является элементом единого народно-хозяйственного комплекса и его функция это воспроизводство человеческого ресурса для индустриального комплекса соответственно и строили дерево откуда спальные районы пром территории отделенность одного от второго все вот какова мысль таковый город но город еще включен в цепочку вне которой его обсуждать и рассматривать бессмысленно это по крайней мере еще два слова которые надо обсуждать вместе с городом это дом город и расселение системы расселения являются прямым продолжением идеологии города и точно так же фиксируют доминирующее представление о мире но уже в соединении городов как вы наверное хорошо знаете система расселения в которой мы сейчас живем ее идеологические основания были заложены такой организованностью которая называлась КЕПС комиссия по естественным производительным силам которую возглавлял Вернадский и они заложили идеологию индустриальной системы расселения индустриального города причем это делалось на карте на карте советского стадии за понятное дело потом это было превращено эта идеология в план ГРО план был реализован и теперь самая большая трагедия и после этого ни разу никто этой работы не делал в этом смысле мы живем в системе расселения планов ГРО но только еще с отягчающими обстоятельствами поскольку границы порезались идеология изменилась и не можем из этой штуки вырваться ну никак эту тему мы будем развивать тут же кстати обратная закономерность мышление своей формой или город определяет своей формой мышления того кто там в нем живет если вы находитесь системе индустриального расселения вырваться из индустриального мышления практически невозможно и поэтому как мы поняли задумок организаторов вот сколково ты понимаешь очень хочешь нет я думаю что про город надо кончать нет мне важен еще один шаг поскольку я произнес слова глобальная урбанистическая вонка то мне придется это довести теперь еще один шаг существующие города являются базовыми тормозами ну говоря языком в этой аудитории инновационного процесса базовый тормоз базовая тормозящая структура это существующие города поскольку города являются столь сложным сплетением разных организационных сущностей форматов организаций уже сплетенных и уже представляющих собой целостность что туда ножик вставить нельзя между камнями я все время в этой связи привожу один пример я много лет работаю с городами очень дружу с руководством наших коммунальных министерств часто сидел заходил покурить министру за министру иногда по недосмотру всего министерства до них добегали изобретатели показывающие как можно сделать нашу питьевую воду дешево очень хорошей и начинали министру или замминистру рассказывать что вот смотрите экономика лучше вода лучше здоровье лучше все лучше почему нет этих сумасшедших всех отправляли спокойно каждый раз мне говорили одно ну как я ему объясню что именно с этого количества хлорки кормится такое количество людей которые мы сыпем в воду именно с этих технологий и люди принимающие решения или влияющие на решение находятся в прямой зависимости от того что эта технология работает именно в том виде и трубы рвутся чем больше тем лучше и в старом городе это изменить нельзя если вы помните может быть кто-то знает у нас был такой замечательный мэр Киева Леонид Михайлович Черновецкий его все назвали Леонид Космос ну это там когда он заходил на мэрство совершенно независимо друг от друга нас пригласили его мат так называемая молодая команда с двумя разными предложениями но они все были романтические ко мне обратились обратился один из молодых его заместителей говоря вот можешь создать нам интеллектуальный центр города ну мы же тут бумажками будем заниматься а вот чтобы думать не вопрос сейчас сделаем я об этом так легко сказал поскольку знал что мой близкий друг работает в Нью-Йорке в институте генплана города я решил ему позвонить и спросить как там у вас все устроено переписать это в столбик и там сдать заказчику ну работа понятная я ему звоню я говорю там Саш ты можешь мне писать там как у вас структурные подразделения как оно у вас там устроит так что он мне по телефону начинает орать да ты что зачем тебе это говно здесь ты не представляешь какая коррупция это все прогнило насквозь я ему говорю ты мне рассказываешь какая коррупция это у нас такая коррупция ну в общем мы там дальше тягались коррупциями мерялись но смысл в том что старые города этого пережить не могут и не дают никому и в этом смысле появилось огромное течение где-то в районе 60-х годов создание новых городов новые города не отягощены вот этой вот всей системой связи новые города дают возможность использовать строить разные другие организованности человеческие Америка в 60-е и 70-е годы построила больше 230 городов Советский Союз с послевоенного времени до 61-го года построил по данным Минрегиона по-моему 68 там лет то есть Советский Союз еще участвовал в этой гонке и отрабатывал иные формы организации городской жизни на новых площадках сейчас тут вылез Китай и собрался строить 100 миллионников объединенных в 7 агломераций ну просто представьте себе масштаб 100 миллионников городов и какие сложные решения в этом будут найдены и будут реализованы мы вы вышли из этой гонки мы не участвуем в этой гонке и с моей точки зрения это очень большая угроза мы ничего не сделаем с нашими городами с этой точки зрения Сколково это такое редкое явление и настолько ценное с этой точки зрения что здесь должны быть реализованы другие типы организованности другие инфраструктурные проекты другая идеология которая может потом быть как-то там при каких-то условиях перенесена на другие города Европа в этом смысле делает очень много новых городов в 80-е годы вокруг Парижа было построено в том числе очень молодыми выдающимися архитекторами типа мастерской Батила 50 спутников Парижа а? это вы про что? про Грецию? или про Гонконг с Сингапуром? про что вы? ну так что? не так в чем вопрос что вы я знаю кто такой Ватикан и Сингапур знаю что такое это все неправда это все неправда потому что вы понимаете я вот не хотел сейчас лезть в город это завтрашняя тема потому что мы сейчас остановили основание отошли в город сейчас у нас кончается время я вам не скажу базовый а про города давайте отложим на завтра не может быть так что мы заложники такого парадокса что когда мы город построим уже конечный технологические решения будут новые и он уже морально устареет к моменту построения так сделайте организацию жизни такой которая пускала бы новое может быть и смысл строить какие-то там шатерные постройки объясняю объясняю где-то последние 15-20 лет после ускорения времени идея последовательности как это было принято в родостроительстве и след обследования генплан это самый план детальной планировки та-та-та это 20 лет растягивается и так далее уже не работают сейчас все делают параллельно это пришло время весь ужас что надо новая структура мышления когда мы все делаем параллельно и одновременно и соответственно никакие бумаги на которых нарисовано и сказано что вот так будет через 10 лет уже не работают несколько тезисов да спасибо большое что дали вопрос я понимаю что он последний я не знаю насколько это вызов или проблема но вот то что я вижу просто так получилось я выросла в одном из лучших наверное по застройке городов Советского Союза но вот отвечая на вопрос не устареет ли он вот я вижу что те кварталы которые построены с умом они не устаревают а те кварталы которые построены без ума они сразу при постройке не отвечают современным требованиям к сожалению то что я вижу и я я не знаю как бы какой город вы имеете в виду я имею в виду Обнинск Обнинск? я не знаю как это можно 30 лет нас вызывал Иваницкий разобраться с тем что Обнинск умирает так вот к сожалению то что я вижу ну что город портится что вот как бы хороший продуманный город с продуманной там системой связанности вот то как его застряло сейчас его портится и в принципе то что я вопрос не в этом в нем жизнь устроена так что он не может дальше жить ой расскажите мне про это пожалуйста давайте отдельно лично хорошо я к вам подойду потому что Обнинском я занимался и Обнинском и Пущино и на Океа особым образом понимаете тут только одно замечание к вам можно говорить про будущее городов и у разных городов оно может быть разное только нельзя ни в коем случае говорить про город будущего а если вы обратитесь к литературе или к сети вы обнаружите про будущее городов ничего зато тысячи картинок на тему город будущего вон там макет стоит вот это безобразие называется называется город будущего сколково никакого отношения к городам не имеет мы все время утверждаем одну и ту же мысль город это не башни и стены собрания благородных мужей город является только отражением или материализацией того способа организации жизни и мысли которые вы на себе несете в этом смысле плохая организация плохой город нет благородных мужей сами понимаете что это за место хорошо я несколько перейду сейчас в машину ну подтягиваем нарвались не выгод у меня несколько замечаний к сожалению очень многие вещи мы сказать не можем и бог с ними но несколько важных нет нет в кулуарах я готов отвечать вечером сколько угодно я хочу несколько базовых вещей сказать ну такое введение позапрошлом году меня пригласили в бизнес школу Сколково прочитать четырехчасовый доклад для ректоров ста лучших университетов России что такое образование и какое у него будущее волков очень ректор очень осторожно приглашал меня у меня была четырехчасовая лекция и вроде все было нормально меня окружили ректора стали обсуждать все хорошо было отзывы хорошие там все пошло через полгода это была другая программа программа уже как ректорам нужно было выбрать модель направление статус самоопределиться и я им дал материал чтобы они самоопределились было там 70 или проректоров которые должны были созвали чтобы они решили задачу а как сделать новое образование вузах у меня тоже опять четырехчасовая лекция два часа я прочитал и понял что что-то не то ну вот ну по реакции залов понятно что что-то не то а я так хорошо готовился схемы нарисовал все мне в перерыве говорят ну скажите им как это делать я два часа объяснял как это можно сделать а уже не что а как ну они как-то встрепенулись подошли ко мне там поблагодарили ведущий был очень доволен я уехал через месяц встречаю Волкова мы с ним разговаривали говорит Володь ты знаешь мы с твоей лекцией сильно промахнулись это наша вина я говорю что такое часть этих проректоров написала жалобу в министерство на твою лекцию что ты подрываешь основы того как строить образование мы поняли в чем дело когда ты читал ректорам ты им читал после двух недель того как мы им рассказывали о том что вообще образование можно понимать по разному а этим мы с тебя фактически начали и оказалось что у них одна реальность у меня другая реальность и это обе реальности а я говорил простые вещи что надо различать образование и подготовку что образование это только самообразование и результатом самообразования является образование является личное учение а вообще оно заключается в ответе на вопросы есть 4 базовых вопроса если вы на них отвечаете вы образованный человек не отвечаете значит не образованный Причем отвечать приходится заново каждых несколько лет. И в этом смысле непрорывное образование вам обеспечено. Я их перечислю, потому что про образование я могу долго говорить. Я президент педагогического общества и занимаюсь образованием практически. Вот Льятинская академия образования, лицей бизнеса и так далее. Это наши реализованные проекты. Четыре вопроса. Первый вопрос. Как выжить или как обеспечить себя и свою семью? Можно от ответа отказаться. Если вы буддийский монах, живете по даяниям, вопрос решен автоматически. Но надо стать буддийским монахом. Каждый вопрос следующий, сложнее на порядок предыдущего. Второй вопрос. Как жить в этом мире с другими? Когда? Жизнь. Вы понимаете, правильно только существует в одном способе мышления, в задачном. Когда есть способ решения задачи, тогда можно ответить. Правильно, неправильно. Ошибка, не ошибка. В остальных случаях нету такого. Третий вопрос. Как жить самим собой? Сложнейший вопрос. Самоубийств все больше и больше. И четвертый вопрос. Как жить с Богом, если он есть? И как жить без Бога, если его нет? Кардинальнейший вопрос. Если Бог есть, ты отвечать будешь за свою жизнь? Если Бога нет, так что, все позволено? Где пределы? Вот четыре вопроса. Все остальное, способы решения этих вопросов и их развертка. И мы этим занимались, и я вам про образование, самообразование и так далее могу очень много говорить. И есть подготовки. Когда вас ставят на какое-то место в обществе, готовят. Я знаю девять типов подготовки. В книжках прописано четыре или пять. При этом ни один из них не является лучше другого. Они все решают разные задачки, и у них у всех разные заказчики. На образование есть единственный заказчик, вы сами. Поначалу родители могут включиться, но родители это те, кто, как правило, пресекают этот процесс. Им нужна ваша подготовка на удобное, хорошее место. А министерство всегда исходит из идеи, что есть одна эффективная модель. И девять типов подготовки это избыточно. Они с таким количеством работать не могут. Вот тем более, как заказчики, им нужно только два. Есть те, которые нужны корпорациям, есть те, которые нужны элитам, те, которые нужны городам. Это все разное. Вот эти простые вещи на схемах я пояснял людям. Вот была жалоба. Оказывается, они не так понимают. И вот здесь я начинаю переходить к вызову. Значит, вызов. Это заданный лично вам вопрос, который заставляет пересматривать свои основания и границы. Слово заданное здесь. Это вопрос, который ты себе поставил. Никто тебе его не поставит. Согласен. С поправкой согласен. Потому что мы придерживаемся идеологии самоорганизации, а не предорганизации. Это отдельная тема. В идеологии, в картине мира, предорганизации существуют законы, а самоорганизации нет. И вы знаете, что современная, в том числе, космология. Есть такие книги, называется проект «Вселенная самоорганизация Вселенной» и так далее. Это принципиально отдельная тема. Принципиально же. И эти вопросы вызывают потрясение. Я употребляю слово «потрясение», потому что они ваши основания выбивают из-под ног. У меня в жизни было по разным линиям несколько таких потрясений. В частности, лет 25 я думал, что все люди одинаковые, думают одинаково. Потом мне попалась маленькая книжка, называется «Маленькая книжка о большой памяти Лурия». Такой нейрофизиолог был. Где вдруг я обнаружил, что оказывается люди видят мир не так, как я могут видеть. Я бросился к своим товарищам и обнаружил с удивлением, что одни не так видят цвета, другие не так описывают пространство, третьи еще чего-то. И для меня это был шок. Оказывается, я вижу мир, казалось, что объективно, понятно, образованный. Это оказывается, что мои друзья видят мир по-другому. Но это было маленькое потрясение. Я все-таки ученый, объект, предмет, все это меня учили. Попал к методологам, Георгий Петрович, он меня потряс. Я его впервые услышал на дискуссии по искусственному интеллекту, на который пришел наш основатель кибернетики Академик Глушков и заявил, что мы занимаемся важной проблемой автоматизации управления страной, АСУ страна. И мне на это государство дало деньги, а вы тут бесполезными делами занимаетесь, такими как искусственный интеллект. Еще увижу, что мои сротрудники занимаются искусственным интеллектом, по уволю. Но это так, боковое. Чедровицкий меня потряс. Я стал с ним работать и обнаружил, как я присутствовал как бы заочно с его разговором с Мамардашвили. Мамардашвили говорил, есть только одно мышление познающее. Никаких других мышлений нет и быть не может. Чедровицкий говорит, да ты чего? А проектное мышление? А конструкторское? А управленческое? Нет, это все псевдомышление, есть только познающее мышление. И тут я обнаружил, что оказывается люди мыслят по-разному. Потом я стал ездить. У меня был большой проект переустройства одной среднеазиатской страны. Это был действительно проект, который я делал, Юрий Владимирович, я помогал мне. От детских садов для элиты до геополитической стратегии этой страны. И я вдруг обнаружил. У меня была простая задачка подготовить для президента аналитический центр. Собрали мне лучших местных, которые в Гаварде учились, я не смог их научить аналитики. Хотя я считал, что это элементарное дело. Оказывается, у них в способе социального бытия не предусмотрена возможность иметь свою собственную мысль, отличную от мысли окружения. Для них это забор, а не перейти, не потому что они глупые. У них так устроена картина мира. Для меня это было следующее потрясение. Ну и вот, не рисовать долгий путь. Мы с Сергеем Владимировичем были на беседе у нашего крупнейшего кардиолога, выдающегося хирурга, директора института Амосова. И с переследенными. Как всегда. Выдающийся хирург. Он после Амосова снизил смертность сердечных операций с 20% до 2%. Нашел кучу решений инженерных, таких, научных и так далее. И он с увлечением рассказывает мне про то, как они добились успеха. Тут еще примечание на полях. Меня в свое время потрясла еще маленькая книжка выдающегося хирурга, святителя Луки. Выдающийся хирург, лауреат Сталинской премии, епископ. Начальник толовых госпиталей во время войны. Книжка называется «Думать сердцем». Я думал, что мой учитель, когда говорит, что люди думают руками, я думал, что это он так. Оказалось, действительно, люди не руками. Не головой мыслят, а всем телом. И отсюда для меня все работы по искусственному интеллекту, не связанные с руками, с чувствами и всего прочего, превратились во что-то непонятное. Значит, и вот последнее потрясение. Он вдруг рассказывает, вы знаете, мы столько технологий придумали, мы так стали здорово лечить. Вдруг остановился. Знаете, это был крик сердца. А они как сволочами были, так сволочами и остались. Технологии мы супер, а они все равно сволочи. Но они это люди, которые это не лечат. Да. Вообще люди и лечат. Кстати, было очень видно, там сидел наш сотрудник и смотрел за разговором. Когда я ему задал вопрос, что вот светитель Лука говорил, что сердце это нечто, не имеющее элементы и функции выше, чем мотор для перекачки крови. Ну и сказал, да, бросьте эти глупости, он, конечно, великий хирург, но он полосной, а я сердечный, я лучше знаю. А все эти разговоры, что человек думает сердцем, это оставьте. И вдруг появилась необходимость объяснять людям про самоопределение, самому самоопределяться. И нельзя ответить на вопрос, в чем смысл жизни человека. Функции и все прочее можно, в чем смысл нельзя. Чтобы понятно было, что я рассказываю, я не говорю про экклезиаста, возьмите рассказ 28-летнего Чехова, огни называется. Как молодой человек дошел до таких глубин, я не понимаю. Это выше моего разумения. И тут в связи, мы не будем рассказывать про ситуацию в мире, оказалось, если мы по-прежнему будем ставить центр нашей Вселенной человека, то на этом можно проект Земля или закрывать. И мы стали рассуждать или думать про человечество. Оказалось, мыслить от общества, от человека, от космоса, от человечества или от города, это принципиально разные, ценностные и смысловые конструкты. И единственный выход сейчас выйти из взаимного непонимания того, что мы разные, вот мне тут пришлось бы пояснять, я пока голословно скажу. Мы столкнулись... Подожди, 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 подожди. Вот здесь ты проскакиваешь одно место. Ты утверждаешь, что мы разные, как будто это так и есть. Можно просто... Подожди, подожди. Да я же не кончил фразу. Но это отношение. То ли в одну сторону, мы все одинаковые, и это один ход мысли. Или мы все разные, это другой ход мысли. Да, все разные. И тут эта разность для меня в течение жизни от того, что мы по разному видео, дошло до того, что мы столкнулись с тем, что у нас разные реальности. И нам нужно строить отношение человечества как целое, которое состоит из разных реальностей и, соответственно, разных человечеств. Я понимаю, что физики меня могут убить. Как это так? Разные реальности. Теперь я переформулирую, что такое вызов человеку. Предельный вызов, это когда вы должны построить новую реальность. Реальность, новую. Тут надо объяснять, что реальность это то, что мы считаем реальностью. Надо рассуждать о текстах в трансляции, о передаче и так далее. Для того, чтобы выскочить в новую реальность, надо выйти из текста в трансляции или из предписания. Нужно выйти сначала в уровень коммуникации, а потом в уровень... Вот я... У нас это называется тексты опустошения. Все это совершенно узкая группа, которые этот вызов приняла, друг другу объяснила и начинают мычать об этом ином. Они могут, в принципе, породить новую реальность. И эта новая реальность когда-нибудь, если не сумеют ее как-то с другими связать, станет будущим. Трагедия современных городов, что раньше мы считали, что там живут разные культуры, а оказалось, что теперь там живут разные реальности. И теперь несколько уже на завершение. Значит, для того, чтобы выскочить из этого круга порочного, нам пришлось поменять некоторые основания, принципы. И еще нарисую одну картинку, две картиночки, простые схемы. Нам пришлось ввести понятие о думающем обществе. Мы различаем три типа человеческого интеллекта в кавычках. Один – это разумность. Разумность – это видовое свойство Homo sapiens. Разумное поведение – это то, которое обеспечивает выживание и преимущество. В этом смысле все высшие животные разумные. Там говорит разумный дельфин, они разумные, у них есть стратегии выживания. Ну, стратегии в кавычках. Люди, которые живут только в идеологии разумности, они все про пользу, про то, что выжить надо, выиграть надо, войну, конкуренцию и так далее. Но человечество для того, чтобы жить на одной территории, но в разных пространствах мыслимости, придумало идеальные пространства. И способы оперирования знаками в идеальных пространствах. Мы это называем мышлением. Мышление – это то, что отлично от разумности. С точки зрения разумного человека мышление неразумно. Ну, элементарно. Ботаники, они же ничего про жизнь не понимают. Мыслящие неразумны. Но зато они умножают общественные мыслительные пространства и так далее. И все было бы хорошо. Вот мыслить можно научить машины, тоже не проблема. Машкина не может одного. Она не знает, в какой момент нужно перейти от одной системы исчисления к другой, если задачка не решается, или придумать новую систему исчисления. Для этого нужен толчок. Этот толчок дается сердцем и эмоциями. И есть думание, которое построено на чувствах, на понимании. И с точки зрения мыслящих, они какие-то неправильные. Никакой логики. Сплошные чувства и переживания. С точки зрения этих самых разумных, они черти чем занимаются. Вместо того, чтобы... И так далее. Оно обязательно для того, чтобы происходили творческие акты и так далее, нужно думание. Мышление занимается только развитием. И те великие ученые, которые сделали скачки, они обязательно делали его за счет думания. Это первое развлечение. И второе развлечение очень важно, чтобы вы меня понимали. В сфере интеллектуальной есть три ориентации. Мы можем выделить три ориентации. Которые, как правило, люди спутают и не различают. Это ориентация на абсолютную истину. И есть люди, которые стремятся этой истине пробиться. Эта истина всегда одна и находится за пределами реальности. Есть отработанные способы, как туда пробиться и как оттуда прийти и донести людям свет истинный. Тысячи лет отработано. Все было бы хорошо, если бы не существовали группы людей, которые защищают несовместимые истины. А по принципу она должна быть одна. И в этом смысле те, кто стремятся к истине, всегда, как правило, обеспечивают войну. Есть те, кто стремятся к полному знанию. Истинное знание не одно и то же. Полное знание. То есть знание описать весь мир, как он устроен. Там реальность издвигается. Потому что меняются языки описаний. Меняется картина реальности. Квантовая реальность совершенно не совпадает с предыдущей реальностью. Здесь работает принцип конкуренции. Отсюда вся эта идея лидеры научной и так далее. Принцип конкуренции. Есть третье направление, вектор. Это к предельному пониманию. На обыденном языке называется мудрость. То есть истина, знание и мудрость. И это все разное. Понятно, что у каждого реального человека есть соотношения свои того и другого. Те, кто стремятся к пониманию, сейчас они являются напрорывные. Значит, там больше всего непонятного. Там это продвижение обеспечивается пониманием. Значит, все, что связано с пониманием, герминевтика, лингвистикой и так далее, никого отношения к знаниям не имеет. Это форма организации понимания. Оно ни лучше и ни хуже, чем знание. Это другое. И здесь женщины имеют преимущество. Потому что понимание – это освобождение места и наведение порядка. В отличие от мышления, это пробивание и прорыв. Мужчин очень плохо с пустотой и порядком. И вот это вот понимание мудрость – это то, вот мы ориентированы на думание и на мудрость. И в этом смысле я говорю, да, я понимаю все про знание. Я прошел и понял, что для решения моей главной задачи – понять, как могут жить люди с разными реальностями, взглядами и тогда, почему эти сволочи все время дерутся и не понимают, что мир прекрасно, гармонично устроен. А они черты что вытворяют, приходится заниматься идеей мудрости и думать. Наука здесь не поможет. И последнее самое. Много всего интересного. Но последнее. Для того, чтобы это делать, надо соединить три деятельности. Или три состояния. Это исследование. Исследование – это то потрясение мира, которое заставляет вам задавать вопросы и в итоге получить новые имена и фактически новый мир. Исследования могут быть не только научными. Наука – это особая социальная форма организации особого типа исследований. Второе – это образование, как я его понимаю. И третье – это игра. С точки зрения понимания и думания самым серьезным делом является игра. Это отдельная лекция, отдельный разговор. Пока это на уровне утверждения. И понятно, что нужно сотворить новые формы играния, новые формы образования, новые формы исследования, если вы задали новые вопросы. И если вы отвечаете про то, как возможно человечество, вам нужны соответственные исследования, образовательные техники, программы и так далее и особого рода игры. Вот Ирина Борисовна, мы в Стамбуле проводили маленький конгресс на тему «Что такое человечество?». Она там сделала предельную игру, которой стало нам много чего ясно про человечество. Никакие модели такого понимания нам бы не дали. Все. Хватит, потому что я… Вопрос. Вопрос. Нет. Значит, разумение и разум – это видовое качество. Мышление, оно коллективно. И про коллективную мыследеятельность я достаточно хорошо знаю, 20 лет в этом творился. А вот думание, оно персональное, но персональное оно всегда должно иметь не личную персональность, а групповую. Если вам не с кем собеседовать о том, чего вы подумали, оно у вас в голове так и живет, не имеет возможности выйти наружу. Поэтому самое главное в думании – собеседование. Ну и здесь то, что мы очень любим делать вместе с господами Переслегинами, не стесняюсь этого, мычать. Речь идет не о физическом мычании, а обсуждении того, для чего слова еще нет. Вот нету еще слова для того, чтобы обозначить то, что тебя беспокоит. Поскольку вот в этой новой ситуации там же все не названо. Владимир Африканович не случайно говорит, исследование – это присвоение имен. Ну это очень мучительный акт. Там есть много чего, демотизация и так далее, это отдельная расположенность. И это очень интимное занятие. И вот пока мы устроили такую себе маленькую компашку, где мы позволяем себе мычать про то, что мы еще сказать не в состоянии. И это ценно, огромная ценность вот этой большой компании, клуба основателей. Значит, одумание не может происходить в производственных формах, ни в какой форме организации типа НИИ, Синктенка и так далее, одумание организовать нельзя. Оно организуется только в клубных структурах. Отсюда вот клуб основателей, отсюда римский клуб. Все продвижения сотворялись в клубах. Вся научная революция – это были клубы. Все возрождение – это был один небольшой клуб. Тридцать человек сделало все возрождение, да. Да, пожалуйста. А почему, не считаете, что человечество не попутит гордилья? Я вот вас слушаю, войдя в уступление, и, понимаете, есть какая-то момент... Я вас услышал, я просто про это не говорю. Вот сейчас я от имени Африканыча говорю. Возьми микрофон. Я поэт, не поэт, восемь книг стихов, которые я пишу для себя и раздаю друзьям. Когда в жизни не участвует, не публичная пространство. Я знаю, что стихи пишу не я. Я их слышу. И в этом смысле ответ, который был здесь – это не я строю путь, а путь строит меня – означает, что мы есть только радиоприемники, в кавычках, которые за счет какой-то настройки, интеллектуальной или прочим, можем слышать нечто, что говорят высшие сущности. Бог, космос, человечество и так далее. И их разговор между собой может быть нами уловлен и произнесен. Мы этого не делаем. Это делается через нас. Не дай Бог, чтобы я сказал, что это я придумал. Знаете, я так некоторое количество книжек читал. Там где-то к 30 годам библиотекарша посчитала. По моим формулярам где-то семь-восемь тысяч было. Ну, я читаю в большой скорости с детства. Да. Хотя это вредно. Мне не удавалось ничего подумать, чего бы я потом не нашел в этих книгах. Ну, ты этого там не найдешь, пока сам не подумаешь. А твоя индивидуальность в том, что через тебя она приобрела окраску локальную, местную, национальную, какую это самое. Она через тебя пропущена. Но она в этом смысле не является новой. Она как бы существует где-то там. И в этом смысле никакой гордыни. И когда мне дают визитку, и там написано креативный директор, А я знаю, что креатор только один. А это его заместители по дизайну. Разрешите? Вы сказали, исследование, образование и игра. Что такое игра? А, то есть это и есть игра. Если говорить откровенно, да. Нет, это и есть оестественное, на ее человеческой душе и материале способность. Я подумал. Вы понимаете, есть книжка, хорошая книжка, называется «Чай играющий». Они имеют ухома Люденс. Гугорана. Гугорана. Нет, нет. Там было три книги подряд. «Игра в бисер», через 10 лет «Хома Люденс», а через 10 лет «Чай играющий» рано. Вот там все написано. Бог играющий, церковь играющая. Мир создавался игрой. Если вы почитаете внимательно Библию, то когда создавал Бог мир, и мудрость Божия перед ним танцевала и играла. И он создавал мир играющий и радующий. Сейчас все образование на кейсах и играх в современном МБИ, любой. Понимаете, я вроде человек серьезный, но я понимаю, что игра самая серьезная из того, что существует у человечества. Я не имею в виду горзажные игры, не имею в виду футболы. Тут надо было отдельно сейчас рассказывать, что такое медиа. И так далее. Можно задать еще вопрос? Вопрос еще можно задать? Да. Лена может сказать, что я прекратил, а я... Я коротко. Когда вы еще говорили про города, вы говорили про строительство новых, принципиально новых городов, чтобы это был Гринфилд, а не то старое. Я еще тогда подумал про этот вопрос, сейчас в продолжение темы. В вашем эзотерическом мышлении, видении, какую роль вы отводите к прошлому, имея в виду не то плохое прошлое, а то, чему гордиться, учиться, традициям. То есть мы говорим про... С настоящим я бы понял. Хотите, мой честный? Да, конечно, как же. В последние полгода у меня произошла значительная сдвижка. Значительная сдвижка. В том новом понимании мира, который я сейчас перед собой имею, сдвинувшимся, нет будущего. Потому что там время не организовано никаким причинно-следственным и последовательным образом. Потому что и циклическое время, и спиральное время, и линейное время, это все формы линейного. А у меня сейчас время многовекторное и пятнами, или облаками. И где вы там, и что вы там назовете прошлым или будущим? Для вас каждый момент, следующее это будущее. Нет. Вы же все время только про это и говорили. Нет. Ну, конечно, нет. Нет. Это только в одном понимании времени. Только в линейном и едином времени. Вы же понимаете. В реальности разное время. И разный способ его описать. Ну, хорошо. С этим я понял. А с прошлым я имею в виду прошлый опыт. Как вот изучать, если говорите, а там даже... Дважды. Дважды. Значит, я работаю как минимум на двух досках. Это способ работы мыслительный. Ну, вернее, на трех. Значит, есть доска, где упорядочен мой опыт. Есть доска, где упорядочена культура или опыт других людей. Причем каждый раз он упорядочен по-разному. Это как доктор культурологии я могу рассказать про все концепции упорядочения культуры. Да, и есть пустая доска. Доска пустая. Но пустая доска не в смысле чистая, а в смысле, что она не заполнена. На ней есть только одна или две точки, которые я выделил как то, что мне сейчас самое значимое. И потом я начинаю на этих двух-трех точках их как-то разворачивать, получается некоторая фигура смысловая. Потом я с полной доски начинаю заполнять прошлым этим, используя как элементы. Но сначала я должен от него отказаться, отчистить доску. Спасибо, в любом случае. Остальное вечером на круге. Это будет отдельно. Разговоры там мы можем и больше про город поговорить, и больше про время, и про самоопределение. У нас есть такая возможность. Это Елена говорит. Спасибо.